Всем привет! В Скандинавии найден ген инсульта. Во Владимире вот-вот создадут искусственное сердце, а в Казани появится еще один ресурсный центр. Подробности далее в программе новости науки с Ролиной Киряевой. Итак, в мире. Ученые с Гетеборгского университета пришли к выводу, что у каждого человека в ДНК присутствует уникальный ген под названием FOXF2, который обеспечивает гематоэнцефалический барьер. Однако у некоторых людей он ведет себя по-другому, что дает повод говорить о повышении угрозы инсульта. Данное открытие позволит снижать кровяное давление у пациентов, которые успели попасть в группу риска. Эксперты отмечают, что для укрепления сосудов следует изменить образ жизни, например, начать заниматься спортом или бросить курить. А в России ученые Владимирского университета работают над созданием отечественного искусственного сердца. Специалисты отметили, что клинические испытания на животных уже завершены и прошли довольно успешно. Вес сердца будет варьироваться в зависимости от каждого конкретного клинического случая, достигает 300-650 граммов. Также известно, что основой нового сердца станут пластик, нержавеющая сталь и титан. Данная разработка позволит человеку, нуждающемуся в трансплантации здорового органа, прожить от 3 до 5 лет до момента, пока не будет найден донор сердца. И напоследок в Татарстане. А на этом все.